Политику Алексею Навальному и его адвокатам запретили смотреть друг на друга. В переговорной комнате стекло заклеили непрозрачной пленкой. Также защитникам Навального запретили показывать ему документы. Об этом сам политик написал сегодня у себя в соцсетях. Если раньше адвокатам запретили передавать какие-либо документы, отградив их от меня сплошную сетку из металлической решетки и пластика, то сейчас этот пластик сделали непрозрачным. Заклеили пленкой, и теперь адвокаты не могут даже показать мне какие-то документы. И теперь свидание с адвокатом максимально похоже на исповедь в католической церкви. Я сижу на стуле в комнатке метр на метр. Передо мной пластиковая стена, за которую смутно виден силуэт человека. О том, что это адвокат, можно догадаться только по голосу. И теперь мне постоянно хочется сказать. Простите, святой отец, я согрешил. Это не все изощрения, на которые идет шестая исправительная колония, где сидит Алексей Навальный. Ранее родственники заключенных рассказали YouTube-каналу «Популярная политика», что осужденным запретили на политика смотреть. По их словам, когда Навального ведут по колонии, раздаются три звонка. Это сигнал для заключенных, по которому они обязаны отвернуться или отойти от окон, если оппозиционер находится на улице. У нас на связи Мария Певчих, руководительница отдела расследований ФБК. Мария, приветствую вас в эфире «Дождя». Надеюсь, вы слышите. В студии я не буду вас спрашивать подробности об условиях нахождения Алексея Навального в колонии, поскольку мы о них узнаем из социальных сетей «Политика». Вопрос в другом. Все эти более 600 дней, что он находится под стражей, его пребывание там было далеко от соответствующего каким-то законам и нормам, однако есть ощущение, что в последние недели ситуация ускорилась. Навальный уже несколько раз был помещен в ШИЗО, теперь, по сути, прекращение понятия «адвокатская тайна» для него. Теперь вот это. Не смотреть, не видеть адвокатов. С чем вы и ваши коллеги, ваши соратники связываете это давление, которое в последние недели как будто наращивается? Вы все очень правильно заметили, Тихон, и на самом деле моим планом на это интервью было рассказать вам об этом странном тренде, который невозможно не заметить. Это началось где-то в середине августа или в начале августа, когда неожиданно Навального начали помещать в ШИЗО, а потом какие-то дополнительные взыскания ему предъявлять и ухудшать его условия буквально по чуть-чуть, но каждый день. Не обо всем Алексей пишет в своем Инстаграме, но мы через адвокатов знаем, что там есть какие-то еще мелкие вещи, которые действительно ухудшаются. И просто на очень бытовом уровне его условия существования и так отвратительные, и так пыточные почти, они умудряются каким-то образом делать их хуже. Я бы хотела мочь это объяснить, потому что если бы мы могли это объяснить, мы бы, наверное, могли это остановить. Но нет, все, что мы можем делать, это констатировать этот странный тренд. И единственное логичное объяснение, которое у меня этому есть, это не какая-то инсайдерская информация, это просто наблюдение, конечно, что чем хуже дела на фронте сейчас, чем хуже для России ситуация с войной, чем больше потери территориальные, чем волатильная ситуация с точки зрения войны с Украиной, тем хуже, как будто они делают Навального. Я не стану утверждать совпадение это или нет, но корреляцию эту заметить абсолютно точно можно. Но вы в этом видите в первую очередь месть и желание максимально усложнить жизнь, скажем, мягко главному политическому оппоненту, или все же сигнал общества, которое должно видеть, что смотри, если даже с самым известным российским заключенным на весь мир возможно сделать подобное, то чего же сделают с тобой российские гражданины, если ты будешь что-то себе позволять высказывать? Одно не исключает другое. Иногда можно сделать одно такое действие, и оно будет иметь два равнозначных последствия. Ну вот, конечно, пик ухудшения условий содержания Алексея пришелся на предвыборный период, на период, когда он публиковал посты об умном голосовании, когда он призывал москвичей голосовать на муниципальных выборах. И тут вот достаточно однозначно какая-то связь есть, его фактически это то, когда законопатили дырку в переговорной комнате для передачи документов, потому что Алексей же фигурант уголовного дела, еще одного по экстремизму. И его адвокаты имеют право передавать ему все эти материалы дела, обсуждать там что-то, строить вместе линию защиты, ну вот все эти обычные дела. И для этого предусмотрена была специальная такая щель, через которую несколько бумажек можно передать. И вот так ее буквально замуровали. И, соответственно, в этот же день объявили о том, что адвокатская тайна больше не применяется. Это совпало с выборами. И я думаю, что, конечно, с одной стороны, Путину хочется, чтобы за каждое свое политическое высказывание из тюрьмы, за каждое свое антивоенное высказывание из тюрьмы, и Навальный нес ответственность. Но это абсолютно не отменяет того, что есть дополнительная стоимость у этого в том, что это, конечно же, элемент запугивания для всех остальных. Это какой-то способ показать, что, посмотрите, у нас никаких границ нет внутренних, ни моральных, никаких либо еще. Закон нам не писан, адвокатская тайна, что, казалось бы, какая-то абсолютная вещь, и которая под вопрос никогда не ставится, даже в российской системе. Но вот и ее отобрали по такому очень странному механизму. Так что я думаю, что здесь двойного назначения эти все решения. Я думаю, многие наши зрители помнят, что еще несколько лет назад, в, казалось бы, намного более вегетарианские времена, у Алексея Навального существовала в ситуации заложничества, когда под стражей в колонии находился его брат. И многие воспринимали это как способ давления с тем, чтобы он не делал чего-то из того, что делает. Теперь в ситуации заложничества находятся соратники Навального, и вы в том числе, поскольку он сам находится в колонии строгого режима. И в этой связи новость недавнего времени. Соратники Навального опубликовали сокращенный вариант составленного ими ранее списка разжигателей войны. Он опубликован на сайте Международного фонда борьбы с коррупцией. Там 200 фамилий, военные, федеральные министры, депутаты, сотрудники союзных ведомств, сотрудники СМИ, которых соратники Навального называют пропагандистами, бизнесмены и так далее, и так далее. Насколько вы понимаете, что ли, и связывает ли это как-то вам руки, что каждое подобное ваше действие может вслед за собой нести очередные сутки в ШИЗО для Алексея Навального? Все понимаем, не связывает руки никак и никаким образом. Одна из основных и самых главных инструкций, который нам Алексей оставил перед тем, как его посадили, и то, что он транслировал нам в момент своей отсидки, это то, что что бы ни происходило, мы должны работать не то, что как раньше, а лучше и больше, чем раньше. И как бы ни ухудшались его условия, мы ни в коем случае не будем отступать назад, потому что это ровно то, что Путин и Кремль от нас хочут. Я лично совершенно никак не собираюсь дарить им этот подарок и учить нас, тренировать нас. Вот посмотрите, если мы сейчас с Навальным делаем хуже, а вы там здесь не публикуете какое-то расследование. Нет, мы действуем ровно противоположным образом. Возможно, это контруинтуитивно, и, возможно, это иногда бывает сложно морально, но надо себя заставлять и делать ровно так. Чем хуже они делают ему, тем хуже мы будем делать им, своей работой. С моей стороны это расследование, со стороны моих коллег это лоббизм санкций, списка 6200 и всех других итераций этого списка, со стороны других моих коллег это наши медиа и ресурсы, популярная политика, Навальный лайф и все остальное. Поэтому мы вот по такой схеме работаем. Они нападают на нас, делают шаг, а мы делаем еще три вместо одного. Спасибо. Благодарю вас, Мария Певчих, руководительница отдела расследования ФБК ФОНД борьбы с коррупцией в прямом эфире. Дождя мы говорили о том давлении, которое в колонии оказывают все сильнее и сильнее на Алексея Навального, и о том, с чем это может быть связано, и влияет ли это как-то, услышали, что не влияет, на работу коллег Навального. Редактор субтитров А.Семкин